Пока школьники учатся, в столовой буквально кипит работа. С утра повара варят мясо, а сейчас спешно накрывают стул и разливают горячий чай. С минуты на минуту здесь рассадит стул учащихся. Эсид Дакиева работает в столовой гимназии на Зране уже 23 года. Она отлично знает вкусовые запросы проголодавшихся школьников. Мне кажется, котлеты им больше нравятся. Дополнительные просят котлеты, добавки просят. Говяжий плов сегодня, они меняются у нас неделю два раза. Один день у нас куриный плов, второй недели, а первую неделю у нас говяжий плов. Гимназия номер один на Зране – одна из претенденток в номинации «Лучшая школьная столовая городской школы в муниципальном отборе». Технологическое оборудование, инвентарь, навыки, готовки и даже подача – во всероссийском конкурсе учитывают все. А главное, критики в целом меню довольны. Врачи выбирали эту еду, чай выбрали, всю эту еду они дали. Они выбрали, потому что они провели диагностику разных веществ, углеводов, белков, витамина А и так далее. То есть ты убедишь, что это еда здорово? Да. Мне не нравится то, что второй раз добавки не дают. Просто я очень люблю покушать. Хотя бы мороженое увидит для всех. Я принесу булочки своей маме, и я хочу, чтобы здесь бургеры одни были. А вы расскажи, почему для мамы булочки? Потому что вкусные, она их любит, смаком, чаем пить. И после этого я их принесу маме. Бесплатное горячее питание сейчас получают 100% учеников начальных классов российских школ. В стране уделяется особое внимание тому, чтобы все школьники получали качественные, здоровые и горячие обеды. Еда должна соответствовать суточной калорийности. Для завтраков это не менее 20%, а для обедов 30-35%. В столовой это учли. Меню составили на недели вперед. Стараемся чисто приготовить этот качественный продукт, чтобы детей не отравить. Все время сами пробуем, остатки ничего не оставляем. Все у нас свежее. Самое главное, чтобы продукция была свежая и еда соответствовала к меню. Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» проходит в стране во второй раз. В прошлом году из Ингушетии в полуфинал попала 19-я школа Сагапши. В 2022-м в нашем регионе 8 претендентов, которые могут попасть из муниципального отбора, федеральный. Сейчас в Министерстве образования готовят список участников. Когда мы направим эти материалы, нам федеральный центр проводит анализ всего этого. Там очень богатая папка, там всевозможные и конкурсные материалы, и прохождение курсов, повышение квалификации, и фотографии, ссылки на видео и так далее. После всего этого нам федеральный центр сообщает, прошли ли наши школы в федеральный тур. И только после этого мы направляем наши две школы, уже команда едет от республики. А вот претендентом в номинации «Лучшая школьная столовая сельской школы» стала пятая школа Икажева. Сегодня здесь особая атмосфера. Эльмире исполнилось 7 лет. Поэтому учащимся повара предлагают не только вкусный и сытный завтрак, но и креативно украшают блюда. Пшенода сыра. Напару кешча. Диа цу ас курагат тигай, изюм тигай, дяхт тигай, шекар тигай. Из-за напару кешча, я, из-за кечай ас береште. Ему кешча ареных дук-дук дикай юг береш. Ишка шыжым, юг уж бы, ци юг уж бы. Ну, уаған бағдар ягача, ци юг и тха учительыш, уаған дик учительыш бы. Ци береш дюхэй ахайши, хоздаца юг гелш, тайпы, ца хандай юг и тха учительыш. Проект направлен на совершенствование организации питания школьников и популяризацию здорового питания в школах. После того, как концепция будет готова, регионы смогут взять опыт лучших школ на вооружение и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее. Хава Гайзикова, Адам Далаков, Новости 24.